На враге этой подлетки, когда-нибудь трапятся к категорию тяжких, но одна из главных задач взлет у юных сябров милиции миновито протягнение уваги громадкости и сродка у массовой информации до попередживания правопорушения у сирот неполнолетних. Когда мерковать по выниках первого квартала, кроме нагенной ситуации, эта категория стабилизовалась, как и за отповедный летний период, подлетки здесь не лекали 90 злашинств. Но не знаю, что и эту лечебную нель сменьшить. Сегодня в школах все большей популярностью користаются гуртки по интересам, куда запрашивают и так званых тяжких подлетков. За последние эти три года, конечно, количество объединений по интересам возросло именно юных друзей милиции. Они есть практически в 60% учреждений общего среднего образования и охватывают более 6 тысяч подростков. Туда входят ребята, как те, которые, скажем, являются отличниками, хорошо учатся, так и ребята, состоящие на различных видах учетов. 25 команд, 200 удельников из всех районов в области и из 4 Гомеля. Завершение весенних каникул в регионе теперь уже традиционно отзнашаются проведением взлету от радов юных сябров милиции. Тут и популяризация профессийной деятельности правооховников и научание основам беспешных поводинов в экстремальных ситуациях. Взлет провели у два этапы. На районном оценивали командный дух, на областном ставку зарабили яше и на трывалость. Команда рыжицы у делу взлёте приняла в другой раз. Школьники улишили леташние помылки и рыхтовалися метанакерована. Стали каким-то видом уделять больше времени, внимание, учли прошлые ошибки с прошлого года. Там, где были какие-то недочёты, постарались их исправить. Рукопашный бой, агляд строю, юные правоведы, стральба с мниматышной винтовки, оказание первой медицинской допомоги – смешанная эстафета. На протягом 7-1 команды споборничали заголовную узнагороду. Первые три месяца выиграли простойники Гомеля. Абсолютный переможца – 25-я средняя школа. Тут даже и створены правовые классы по подрыхтовце подлетков для поступления у высшейшой научной установы силовых структур. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Юген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».